Всем привет, с вами Аурум, и сегодня вы увидите обзорчик на игру Clash Royale. Это абсолютно новая игра, которую придумал Supercell и выпустил 4 января, сразу в начале года. Причем я, в принципе, слежу за намостями Supercell, но нигде не встречал никакой надписи о том, что должна выходить какая-то новая игра от Supercell. Но она все же вышла. Расскажу маленькую предысторию. А сразу же после выхода я получил доступ к этой игре, я смог поиграть и думал, ну блин, ладно, сейчас зайду, гляну, что да как, запилю быстренько видосик и выложу, покажу вам. И, ну, если честно, я не ожидал, что я смогу там, ну, что мне понравится играть, потому что я играл в High Day, я играл в Boom Beach, и мне абсолютно не понравились эти игры, просто, ну, абсолютно. То, когда я зашел в Clash Royale, блин, я должен был видос запилить еще 4 января. Но, так как игра нереально сильно затягивает, то время, которое я должен был потратить на запись видео, я потратил просто на игру. То есть я играл, не отходя от iPad'а, где-то 3-4 часа. На данный момент происходит тестирование игры, и в нее играют около тысячи человек. Но со временем, конечно же, любой желающий сможет поиграть в эту игрульку. Давайте рассмотрим, чем игра действительно может привлечь ваше внимание, и чем она может вас расстроить. Первое, что бросается в глаза, это, конечно же, графика. Supercell всегда славился своей картинкой и тем, что каждый продукт, который он выпускает, действительно может потягаться с конкурентами как минимум изображением. Потому что изображение, графика здесь на высшем уровне, приятно находиться в игре с первых секунд. Нажимаем на кнопочку «Пойти в бой», начинаем сражение и понимаем, насколько эта игра отличается от Clash of Clans или Boom Beach. Ну, High Day вообще в этот список не вношу, потому что там абсолютно другой тип игры. Но, ребят, когда ты находишься во время боя, именно здесь, в Clash Royale, ты реально понимаешь, что ты играешь. Потому что, если в Clash of Clans ты выкидываешь войска, следишь за ними, потом бросаешь баночки, и остальное время, по сути, ждешь, когда же прожать короля или королеву, а, в принципе, плюешь потолок, да, наблюдая за боем, то здесь наблюдать не получится. Вчера, когда меня отвлекали, я просто просирал бой. То есть, грубо говоря, мне звонит телефон или меня кто-то позвал, взял и все, просто просрал бой. Потому что тут каждая секунда на счету приходится постоянно выбрасывать новые войска, постоянно следить за ходом сражения. Да и нужно не забывать, что ты играешь с реальным противником в режиме реального времени. То есть, противник в тот момент, когда ты хочешь на него напасть, он также на тебя нападает. Поэтому ты пытаешься защищаться, пытаешься контратаковать. То есть, все время происходит какое-то движение, и это действительно затягивает. Вот честно, это реально затягивает, потому что, опять же, ну вот очень много отличий от Clash. Это абсолютно другая игра, то есть, она мне чем-то больше напоминает какую-то аркаду, когда, ну, тебе приходится постоянно что-то делать, постоянно жмыхать по экрану. В Clash Royale огромное количество юнитов, причем как новых, так и старых. Что я имею в виду, когда говорю старых? Ну, здесь все просто. Мы видим здесь гоблинов, видим варваров, ведьм, гигантов. Я думаю, что в конце концов здесь будет вся линейка юнитов, которые мы знаем с игры Clash of Clans. Ну, опять же, сейчас я не увидел абсолютно всех юнитов, но уверен, со временем они будут. Чем это упрощает игру игрокам, которые пришли с Clash of Clans? Мы знаем принцип работы этих юнитов. Мы знаем, что гигант танкует, мы знаем, что ведьмы выпускают скелетиком, бьют, выпускают там шары своим посохом, и это упрощает нам игру. Игра интуитивно понятна с первых минут. Еще в отличие от Clash of Clans и Boom Beach, в Clash Royale нам не нужно тратиться на постройку войск. Нам не нужно ждать постройки войск. Как только мы закончили один бой, мы можем начинать следующий. И так до бесконечности, пока не устанем. Здесь нет никаких жизней, то есть никаких вот этих, знаете, сердечек, которые присутствуют в других карточных, аркадных играх, когда мы, например, провели 10 поединков, потом должны ждать, а для того, чтобы провести еще один, нужно ждать там минут 10. Здесь этого нет. И я надеюсь, этого и не будет. Если такое здесь появится, я буду плеваться и никогда больше не открою эту игру. На первом этапе тестирования я был приятно удивлен балансом в игре. Балансы между юнитами и между игроками. Но опять же, есть определенные не очень приятные моменты. Ну, к примеру, если ты слишком высоко поднимаешься по кубкам, тебе начинают выпадать сильные соперники. И это не очень круто, потому что, как видите сейчас на экране, я третий уровень, мне попался шестой уровень. И тут я подумал, блин, ну вот беда, да, все, мне хана. Ну, представьте себе, что если вы седьмой ТХ, и вам попадается десятый, то что вы с ним будете делать? Ну, походу, вообще абсолютно нихрена. Но баланс в этой игре, плюс определенная доля рандома, плюс ровные руки здесь тоже зарешали. Я не знаю, каким образом, но я уничтожил, просто стер с лица земли этого пацана с шестым уровнем. И от этого как-то мне стало очень тепленько и приятно, потому что даже очень маленький может навалять очень большому. Короче, вы поняли, игра мне понравилась. Она красочная, динамичная, сбалансированная. Ну, в общем, я не знаю, все, что тебе нужно для того, чтобы приятно провести время, отвлечься от реальной жизни. Но давайте теперь поговорим о негативных сторонах этой игры. Таких негативных факторов два. И первый — это вертикальность игры. Играть вы можете только в вертикальном положении вашего устройства. А значит, записывать видео я тоже могу только в таком положении. И как видите, картинка вот такая, которую вы видите прямо сейчас. Это, конечно же, не очень удобно для зрителя, не очень приятно для зрителя. Как это порешать, я пока не знаю. Поэтому даже если игра станет мега популярной, я не гарантирую, что я буду ее обозревать. Плюс такое маленькое мое рассуждение — это то, что я никогда не делал стримов по игре Clash of Clans. Но эту игру можно было бы стримить, потому что, опять же, она динамичная. Закончив один бой, ты начинаешь другой. Плюс здесь есть те самые сундуки, которые очень интересно всем всегда открывать. То есть, в принципе, могло бы зайти. В принципе, довольно интересно ее было бы стримить. Но, опять же, она вертикальная. Как можно стримить или снимать вертикальную игру, пока не знаю. И для меня это очень большой минус в этой игре. Следующий более весомый недостаток — это монетизация данной игры. Если в Clash of Clans мы можем играть без вливания денег с самых начала игры, то здесь сразу уже в демо-версии есть намек на донат. То есть, немного неприятно с этими сундуками. Ну, давайте по порядку. Когда мы идем в бой, выигрываем бой, нам с этого боя дают сундук. В сундуке мы будем находить карты. Карты нужны для прокачки юнитов. В сундуке мы будем находить золото, будем находить даже гемы. Но для того, чтобы открыть сундук, нужно подождать от 3, пока я видел еще 8 часов. То есть, 3-8 часов нам нужно ждать для того, чтобы открыть сундук и стать, в принципе, сильнее. То есть, грубо говоря, прокачаться. Но, ребят, это действительно много, и когда ты играешь, ты можешь нападать все время, поднимаешься по кубкам. А потом понимаешь, что тебе попадаются еще более сильные соперники, которые реально уже задонатили. Потому что по-другому никак, ибо ты играешь с первых часов тестирования игры. То реально не очень это приятно. И ты понимаешь, что донатеры здесь будут так или иначе посильнее. Потому что для того, чтобы открывать эти сундуки, опять же, тебе нужно либо ждать, либо донатить. И, ну, неприятно. Не знаю, в целом, чем дальше я играл, тем понимал, что, ну, ничего страшного. В принципе, можно и без доната как-то продержаться. Но топом здесь без доната, опять же, не станешь. И как-то это не радует. Ну, в принципе, ладно, не буду негативить. Это все, что я хотел сказать в плане этой игры. Плюсов здесь намного больше, чем минусов. Поэтому, как только выйдет игра, пока абсолютно неизвестно, когда точно будет. Говорят, что презентация на андроиде будет где-то в феврале месяце. Очень этого жду. Не гарантирую, что я буду продолжать снимать обзоры об этой игре. Но, опять же, хотелось бы узнать ваше мнение. Если вы хотите еще видеть обзоры по этой игре, ставьте лайк, пишите в комментариях. Если не хотите, тоже пишите в комментариях, ставьте дизлайк. С вами был Аурум. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Удачки!